Глава 27. Что ты помнишь из того, что было раньше? Спрашивал меня Гарри. Ничего, папа, кроме образа начали всплывать из-под сознания. Ментальные картинки, сны, воспоминания, очень ясные видения, как их не называй. Я не отсюда из этого помещения. Нет, невозможно. Контейнер стоит здесь не так давно, я определённо здесь раньше не был. Но замкнутость пространства, прохладный воздух, нагнетаемый компрессором, приглушённый свет все взывало ко мне симфонию возвращения домой. Разумеется, это не мог быть тот же контейнер. Однако, картины были такими ясными, схожими, почти полностью правильными, кроме... Я моргнул. Перед глазами трепетал образ. Я закрыл их. И перед мной возникли внутренности другого контейнера. В том другом контейнере нет картонных ящиков. Но там другие вещи. Они прикрывают маму. Я вижу её лицо. Она там как бы прячется, выглядывает из-под этих вещей. Оказывается только её лицо. Не мигающее, неподвижное лицо. И я сначала хочу засияться, потому что мама так хорошо спряталась. Я не могу видеть её всю, только лицо. Она, наверное, сделала дырку в полу. Она, наверное, прячется в этой дырке и выглядывает. Но почему она не отвечает мне теперь, ведь я её увидел? Почему она даже не моргает? И когда я уже громко зову её, почему она не отвечает, не двигается, вообще ничего не делает, а только смотрит на меня. А без мамы я совсем один. Но нет, я не совсем один. Я поворачиваю голову, и память поворачивается вместе со мной. Я не один. Кто-то ещё есть со мной. Я сбит с толку, потому что это я. Но это кто-то ещё. Но так похож на меня. Мы оба похожи на меня. Что мы делаем в этом контейнере? И почему мама не двигается? Пусть она поможет нам. Мы сидим здесь в глубокой луже. Чего? Мама должна увезти нас отсюда, из-за этого, этой лужи. Кровь? Прошептал я. Ты вспомнил? Произнес он позади меня. Я рад. Я открыл глаза. Голова моя страшно пислась. Я почти видел изображение того, другого помещения, наложенное на это. И в том другом помещении сидел крошечный декстер. Я мог бы даже дотронуться к нему. А другой я сидел рядом со мной, но это был не я, конечно. Это кто-то другой, хотя я знаю его так же хорошо, как самого себя, и его зовут. Брайан, нерешительно произнес я. Звучание было таким же, но имя казалось не совсем правильным. Он радостно кинул. Так ты меня и звал. Тогда тебе было трудно сказать, Брайан. Ты говорил Байан. Он похлопал меня по руке. Все нормально. Это здорово иметь прозвище. Он сделал паузу, лицо улыбается, только глаза смотрят прямо на меня. Младший брат. Я сел. Он сел и одному. Как? Единственное, что я смог сказать. Брат, повторил он. Ирландские близнецы. Ты родился всего через год после меня. Наша мама была несколько неосторожна. Его лицо перекосило страшно ли, но очень счастливая улыбка. Причем не только в тот раз. Я попытался сглопнуть, ничего не получилось. Он. Брайан. Мой брат. Кое, о чем я просто догадался, продолжил он. В моем распоряжении оказалось достаточно времени, и когда подвернулось научиться полезному делу, я так и сделал. Я очень хорошо научился находить всякие эти штуки на компьютере. Я разыскал старые полицейские дела. Наша дорогая мамочка общалась с очень сомнительной компанией. В важном бизнесе, прямо как я. Конечно, их продукция была немного нежнее. Он сунул руку в картонную коробку позади него и вытащил несколько кепок с вышитой пантерой в прыжке. Мой товар сделан в Тайване. Их был из Калуги. Скорее всего, мама с несколькими друзьями решили осуществить небольшой независимый проект с товаром, который, строго говоря, ей не принадлежал, а ее деловым партнерам не понравился ее дух независимости, и они решили воспрепятствовать ей. Мой брат аккуратно сложил кепки назад в коробку, и я почувствовал, что он смотрит на меня, но я не смог даже отвернуться. Через мгновение Райан отвел взгляд. Нас нашли здесь. Прямо здесь. Он опустил руку на пол и коснулся точно того места, где в другом давнем контейнере сидел тот другой маленький, не я. Через двое с половиной суток. Приклеившихся к полу, в засохшей крови, слоев дюйм толщиной. Здесь голос его стал жутким, скрижащущим. Райан произнес это ужасное слово «кровь» так же, как произнес бы его я, презрительно, с крайним отвращением. В соответствии с полицейским отчетом здесь было еще несколько мужчин. Возможно, трое или четверо. Один из них, а может быть, и больше, вполне могли быть нашими отцами. Конечно, Мзапила очень усложняет идентификацию. Но они совершенно уверены, что женщина была всего одна. Наша дорогая старушка-мама. Тебе было три года. Нечеты. Но, произнес я, больше ничего не вышло. Совершенно верно, сказал Райан. И тебя тоже трудно было найти. В этом штате так суетятся по поводу регистрации усыновления. Но я все равно нашел тебя, братишка. Ведь нашел, разве нет? Он еще раз похлопал меня, руке странный жест. Я такого за всю жизнь не замечал ни у кого. Впрочем, прежде я никогда не видел родного, кровного брата. Может быть, похлопывание ладонями тоже нужно практиковать со своим братом или с Деборой. И тут я понял, с волнением и беспокойством, что совсем забыл о Деборе. Я оглянулся на нее, на том же месте, футах в шести от меня, аккуратно прикрученной лентой. Она хороша, сказал мой брат. Я не хотел начинать без тебя. Может показаться странным для первого вразумительного вопроса. Но я спросил его, откуда ты знаешь, что мне хочется? Что, вероятно, можно расценить, как будто я действительно хочу этого. Уж, конечно, у меня нет никакого желания исследовать строение Деборы. Безусловно, нет. И все же, рядом мой старший брат, и он хочет поиграть, несомненно, достаточно редкое истечение обстоятельств. Больше, чем наша связь, через общего родителя, намного больше значит то, что он такой же, как я. Ты не мог на самом деле знать, сказал я значительно неувереннее, чем мне хотелось бы. Я и не знал, но думал, что шанс очень хороший. С нами обоими произошло одно и то же. Его улыбка стала шире, и он поднял в воздух указательный палец. Травматическое событие знакомый термин? Ты читал что-нибудь о таких монстрах, как мы? Да, ответил я. Но Гарри, мой приемный отец, он никогда не рассказывал, что на самом деле произошло. Брайан обвел рукой интерьер контейнера. Это и произошло, братишка. Цепна и пыла, разлетающиеся части тел. Кровь. Снова с этим же страшным ударением. Двое с половиной суток сидеть во всем этом. Удивительно, что мы вообще остались живы. Ах, такого почти достаточно, чтобы начать верить в Бога. Его глаза заблестели, и по какой-то причине Дебора изгонулась и издала превышенный звук. Он проигнорировал ее. Они решили, что ты достаточно мал, чтобы оправиться. Я только слегка перерос в возрастной лимит. Но мы оба испытали классическое драматическое событие. С этим вся литература согласна. Оно сделало меня тем, что я есть. И я подумал, что то же самое могло произойти с тобой. Верно, выговорил я. То же самое. Разве не прекрасно? Сказал он. Семейные узы. Я посмотрел на него. Мой брат. Чуждое слово. Если бы произнес его вслух, уверен, меня бы передерло. В это совершенно невозможно поверить. Еще более абсурдно отрицать. Он похож на меня. Нам нравится одно и то же. У него даже такое же, как у меня, никудышное чувство юмора. Я только... Я покачал головой. Да, сказал он. Чтобы привыкнуть к мысли, что нас двое требуется некоторое время, не так ли? Может быть, даже дольше. Я не уверен, что... Ну, дружок, у нас что слабый желудок? После всего, что произошло? Двое с половиной суток сидеть здесь, малыш? Двое с половиной суток два маленьких мальчика просидели в крови, сказал он. Я почувствовал тошноту, головокружение, аритмию, стук в висках. Нет. Почти зарыгнул я, ощутив на плече его рук. Это не важно, сказал он. Важно то, что произойдет сейчас. Что произойдет. Вот именно, что произойдет сейчас. Он издал странный негромкий, сопящий и бульковичный звук, который, очевидно, полагалось рассматривать как смех. Но, возможно, он так и не научился имитировать его так же хорошо, как я. Думаю, ты должен бы сказать что-то вроде, всю свою жизнь я шел к этому. Сопящий звук повторился. Конечно, ни одному из нас не сделать этого с настоящим чувством. В конце концов, мы ничего не можем чувствовать. Ведь правда, мы провели наши жизни, играя роль. Передвигаясь по миру, репетируя текст и притворяясь, что мы часть мира, созданного для человеческих существ. А ведь мы сами, по сути, не люди. Но всегда и везде мы стремимся на самом деле что-то почувствовать. Стремимся к таким моментам, как этот. Реальное, настоящее, неподдельное чувство. Сердце выскакивает из груди. Верно, Инна. Голова у меня шла кругом. Я не осмеливаюсь снова закрыть глаза из страха, что там меня что-то может ожидать. И что хуже, всего мой брат был рядом, наблюдая за мной, требуя, чтобы я был самим собой, таким же, как он. А чтобы быть самим собой, быть его братом, быть тем, кто я есть, я должен. Должен. Что? Глаза мои сами повернулись в сторону дебора. Да, проговорил он, и в его голосе звучала вся холодная и веселая ярость темного пассажира. Я знал, что ты поймешь. На сей раз мы проделаем это вместе, сказал он. Я покачал головой, но не очень убедительно. Не могу. Ты должен, сказал он, и мы оба были правы. Еще одно невесомое прикосновение к плечу, почти так же меня хлопал по плечу Гарри, не осознавая своей силы, он поднял меня на ноги и подтолкнул вперед. Один шаг, второй не мигающие глаза деборы замкнулись на мне, но в присутствии другого существа позади меня я не мог сказать ей, что, конечно, не намерен. Вместе, сказал он, еще раз. Старая уходит, новая приходит. Дальше, выше, глубже. Еще полшага. Глаза деборы пронзительно кричали мне, но... Он снова был рядом, стоял со мной, и что-то сверкало у него в руке, и этих что-то было два. Один за всех, оба за одного. Ты когда-нибудь читал трех мушкетеров? Он подбросил нож в воздух. Тот мелькнул в воздухе и упал в его лель руку, которую он протянул мне. Слабый и тусклый свет засиял на плоскостях клинков в его руках, и сравнить это сияние можно было только с блеском в глазах Брайана. Давай, Декстер. Братишка, бери нож. Его зубы сверкали, как ножи. Шоу начинается. Дебора в своей туго затянутой ленте издала сдавленный звук. Я посмотрел на неё. В её глазах я увидел яростное нетерпение и растущее безумие. Давай, Декстер. Неужели я серьёзно думаю о том, чтобы проделать это с ней? Освободи её и пошли домой. Окей, Декстер? Декстер? Алло, Декстер? Это ты или нет? А я не знаю. Декстер, сказал Брайан. Разумеется, я не намерен влиять на твоё решение. Но с тех самых пор, когда я узнал, что у меня есть брат, такой же, как я, это всё, о чём я только мог думать. И ты наверняка чувствуешь то же самое. Да, ответил я, всё ещё не отводя взгляда с тревожного лица Деб. Но это обязательно должна быть она. А почему не она? Кто она для тебя? Действительно, кто? Мои глаза замкнулись на ней. На самом деле она не моя сестра, не совсем, не настоящая родня, ничуть. Конечно, я к ней очень привязан, но... Что но? Почему я колеюсь? Разумеется, все это просто невозможно. Знаю, такое просто немыслимо. Даже, если я думаю об этом, не только потому, что речь о Деб, хотя, конечно, это и такая вот странная мысль вдруг пришла в мою бедную, подавленную и усталую голову, и я никак не мог отогнать её, чтобы сказал Гарри. Так я и стоял в неуверенности, потому что как бы мне не хотелось начать, я знал, что сказал бы Гарри. Он уже произнёс это однажды. Вот она, неизменная и правда, Гарри, руби плохих парней, Декстер. Не руби свою сестру. Но Гарри не мог предвидеть ничего подобного. Он не мог себе представить, когда писал свой кодекс, что перед мной может встать такой выбор, остаться с Деборой, моей ненастоящей сестрой, или присоединиться к своему подлинному, на сто процентов, реальному живому брату или, в который мне так хотелось сгирать. Гарри никак не мог предположить такое, когда наставлял меня на путь истинный. Гарри не знал, что у меня есть брат, который... Подожди-ка минутку. Не клади трубку. Пожалуйста. Гарри знал, Гарри был там, когда всё случилось, не так ли? И он оставил это при себе, так никогда и не сказал мне о брате. Все эти пустые, одинокие годы, когда я думал, что я один, он знал и не рассказал мне. Единственный такой для меня важный факт обо мне, сам я не один. И он скрыл его от меня. Чем же я теперь обязан Гарри, после такого фантастического предательства? Ещё один пункт догон. Чем я обязан этому извивающемуся камку животной плоти, дрожащей под мной, этому созданию, выдающему себя за мою сестру? Чем я могу быть обязанным ей, в сравнении с моими узами с Брайаном, моей плотью, моим братом, живой копией моей собственной, тождественной мне ДНК? Каплей пота скатилась салва Дебора ей в глаз. Она яростно моргала, строила уродливые косоглазые бемасы, в попытке не сводить с меня глаз и одновременно убрать каплю пота. Она и правда выглядела довольно трогательно, беспомощно перевязанной лентой, припыхающейся, как бессловесное животное. Бессловесное и одушевлённое животное. Не такое, как я, как мой брат. Совсем не такое умное, чистое, не пятнышко, острое, как битва, лезвие, умный танцор, декстер, кинжал и его собственный брат. Ну, заговорил Брайан, и я услышал нетерпение, осуждение, первые нотки разочарования. Я закрыл глаза. Помещение быстро ускользало, кружилось вокруг меня, становилось темнее, а я не мог двинуться. Вот мама, не мигая, смотрит на меня. Я открыл глаза. Мой брат стоял вплотную позади меня, я чувствовал на шее его дыхание. Моя сестра смотрела на меня снизу, глаза её такие же, широко открытые и не мигающие, как мамины. Я закрываю глаза, мама. Я открываю глаза, Дебора. Я беру нож. Раздался негромкий звук, и поток тёплого ветра ворвался в прохладный воздух контейнера. Я обернулся. Лагерта стояла в дверном проёме, в руке ульярный маленький автоматический пистолет. Я знала, что вы попробуйте это. Мне бы пристрелить вас обоих. А может быть, всех троих, сказала она, посмотрев на Деборн, потом снова на меня. Потом увидела лезвие ножа в моей руке. Ха. Посмотрел бы на это сержант Докс. Он был прав насчет к тебе. И она направила на меня пистолет, всего на полсекунды. Этого было достаточно. Брайан двигался быстро, быстрее, чем я мог предположить. Всё жила. Лагерта успела выстрелить, и Брайан слегка оступился. Такое лезвие ели в живот. Какое-то мгновение они так и стояли, а затем оба упали на пол без движения. Небольшая лужица крови начала растекаться по полу, смешивая их кровь Брайана и Лагерты. Лужица была негубокой, далеко не растеклась, но я отшатнулся от этой ужасной субстанции с ощущением близким к панике. Я сделал всего два шага назад и наткнулся на нечто, издающее сдавленные звуки, соответствующие моему паническому настроению. Дебора. Я сорвал ленту с её рта. Господи Иисусе, больно, сказала она. Ради бога, освободи меня от всего этого, и хватит вести себя, как сумасшедший. Я посмотрел на Дебор. От ленты вокруг губ остались кровоподтёки, ужасная красная кровь, от которой у меня перед глазами снова появился тот данный контейнер с мамой. И в нём лежит она прямо как мама. Как в последний раз, с прохладным воздухом в контейнере, поднимающим волосы у меня на затылке, и тёмными тенями вокруг нас, болтающими друг с другом. Точно как в последний раз, она лежала, вся перевязанной лентой, глядя и ожидая чего-то вроде. Чёрт возьми, снова заговорила Дебора. Давай, Декс, освободи меня. Однако в этот раз у меня есть нож, а она по-прежнему беспомощна, и я сейчас могу всё изменить. Я могу. Декстер, сказала мама. То есть Дебора. Конечно, я имею в виду её. Совсем не маму, которая оставила нас на этом самом месте. Прямо здесь оставила нас на этом месте, где все началось, а сейчас наконец могло закончиться. И, возможно, и финал, горящий и абсолютно обязательный, обрёл вид всадник, скачущего на крупном враном коне, в прекрасном свете полной лны, в сопровождении шёпота тысячи внутренних голосов. Сделай это. Сделай сейчас. Сделай, и все изменится. Изменится к лучшему. Как тогда? Мама. Произнес кто-то. Декстер. Давай, говорит мама. То есть Дебора. А нож уже поднимается. Декстер. Ради Христа. Прекрати. Это я, Дебби. Я кинул. Конечно, это Дебора, но я не мог остановить нож. Я знаю, Деб. Мне правда очень жаль. Нож поднимался всё выше. Теперь я мог только наблюдать за ним, он не остановится ни за что на свете. Небольшой кусок паутиного всё ещё касался меня, требуя, чтобы я сосредоточился. Пришёл в себя, но он был так мал и слаб, а жажда так велика и сильна, сильнее, чем когда-либо. Потому что в ней сошлось всё начало и конец, и она поднимает меня и несёт по туннелю, соединяющему мальчика в лужи крови и последний шанс сделать всё правильно. И все должно измениться, должно воздаться маме, чтобы она увидела, что сделала. Потому что мама должна была нас спасти, и в этот раз всё будет иначе. Даже Деб должна это увидеть. Опусти нож, Декстер. Теперь её голос стал немного спокойнее, но те другие голоса звучали настолько громче, что я с трудом её слышал. Я попытался опустить нож право, всего на несколько дюймов. Извини, Деб, я просто не могу, с трудом произнёс я, пытаясь бороться с множащимся вокруг рёвом, поднимающейся бурей, всем тем, что формировалось в течение 25 лет, и сегодня должно соединиться моим братом и мной, словно грозовые фронты, тёмной лунной ночью. Декстер. Позвала наша безнравственная мама, которая оставила нас тут, одних в ужасной холодной крови, и внутренний голос моего брата шептал в несон с моим, сука. И нож поднимался всё выше и выше. Откуда-то с пола донёсся шум, лагертов. Не могу сказать, да неважно. Я должен закончить дело, должен довершить его, должен позволить, чтобы это снова произошло. Декстер. Сказала Дебе. Я твоя сестра. Ты не хочешь делать такого со мной? Что бы сказал пап? Должен признать, это больно, но... Опусти нож, Декстер. Ещё какой-то шум позади меня, какой-то булькающий звук. Осторожно, Декстер. Крикнула Дебора, и я обернулся. Детектив Лагерта стояла на одном колене, задыхаясь, пыталась поднять неожиданно ставшее тяжёлым оружие. Ствол всё выше и выше, медленно, медленно уже на уровне моей ступни икры. Какая разница? Все так или иначе произойдёт. Сейчас же, неважно как. Даже если я уже вижу, как палец Лагерты напрягается на спусковом крючке, всё равно нож в моей руке не замедлит движение. Она сейчас тебя пристрелит, Декст. Как безумно и закричала Деб. А пистолет уже смотрел мне в пупок. Лицо Лагерты сжалось в массу чудовищного усилия. Она действительно собиралась меня пристрелить. Я сделал полповорота в сторону Лагерты, но мой нож всё ещё пробивал себе путь к... Декстер, сказала мама Дебора на столе, однако тёмный пассажир крикнул громче и вырвался вперёд, и схватил меня за руку, и направил нож вниз. Декст, ты хороший мальчик, Декст, прошептал Гарри из-за плеча своим барханным, но твёрдым призрачным голосом. Этого хватило, чтобы конвульсивно остановить движение ножа. Не могу, прошептал я в ответ. Все больше срастались с рукоятью дрожащего лезвия. Выбирай, кого убиваешь, говорил его жёсткий взгляд. Голубых глаз, которые я узнал в точно таких же глазах Деборы, и взгляд их настолько силён, что отводит нож на полдвинок в сторону. Существует масса народа, кто этого заслуживает, говорит Гарри мягко, перекрывая поднимающийся изнутри злобный панический рот. Кончик ножа поколебался и замер на полпути. Пассажир не мог дожжать его вниз. Гарри не мог отвести. На том мы и встали. Сзади я услышал неприятный звук, сильный глухой удар, а за ним стон, так наполненный пустотой, что я будто ощутил его у себя. На шее, шёлковый шарф на паучьих ногах. Я повернулся. Лагерта лежала с пистолетом в вытянутой руке, привождённой к полу ножом Райана, нижние губа пикушина. Глаза излучают боль. Брайан стоял на коленях перед ней, наблюдая, как ужас изменяет её лицо. Он тяжело дышал через свою тёмную лыбку. «Мы приберёмся, братишка?» Спросил он. «Я не могу», — ответил я. Шатаясь, мой брат встал на ноги, прямо перед мной, покачиваясь из стороны в сторону. «Не могу?» «Ещё один вопрос. Не думаю, что мне знакомо это слово». Он выхватил нож из моих пальцев, и я не смог не воспротивиться ему, не остановить. Глаза Брайана теперь были на деборе, но его голос хлестал по мне и призрачным пальцем Гарри на моём плече. «Должен, братишка?» «Безусловно, обязан. Иного не дано». Задыхаясь, на мгновение он согнулся пополам, потом медленно выпрямился и медленно начал поднимать нож. «Должен ли я напомнить тебе о важности семьи?» «Нет», ответил я перед лицом обеих своих семей, живых и умерших, окруживших меня, требующих и протестующих. И от одного последнего шёпота голубых глаз Гарри из моей памяти голова затряслась, и я ещё раз произнёс «Нет». На сей раз совершенно съёзно. «Нет, не могу. Не дебора. Мой брат посмотрел на меня. Очень плохо. Я так разочарован. И нож опустился».